В эфире новости Юргу. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Екатерина Буталова. Здравствуйте! Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень благодарен вам всем, что вы в такое суетное время, предновогоднее, нашли возможность на нашу встречу, подвести итоги года, поговорить о перспективах. Может быть, дальнейших, короткой, далекой перспективе. Самое главное – поздравить друг друга с наступающим Новым годом, пожелать там в Новом году. Более тесной работы. Всего самого хорошего! В Южноуральском государственном университете состоялся брифинг журналистов с исполняющим обязанности ректора Александром Вагнером. В начале встречи были подведены итоги 2022 года, в числе которых подтверждение статуса в программе «Приоритет 2030», развитие суперкомпьютерных и квантовых вычислений и, в том числе, переход к индустрии 4.0. Юргу заканчивается 2022 год, причем заканчивается его, на мой взгляд, очень хорошими результатами. То есть мы действительно выполнили те плановые индикаторы, которые ставили себе на 2022 год, потому что цели, задачи развития, они определены, но надо как-то их мониторить. Чтобы было понимание, как мы продвигаемся, причем это же продвижение такое очень многофакторное, там есть и наука, инновации, есть деньги, финансы, кадры, кадровый состав и по степененности, и по возрастному распределению этой образовательной программы, контингент студентов, качество этого контингента. То есть такое движение, оно очень многофакторное. На пресс-конференции присутствовало 18 различных СМИ региона, в их числе ГТРК Южный Урал, Первый областной, Коммерсант, ТАСС, Комсомольская правда и другие. От их представителей прозвучало порядка 20 вопросов. Не только журналистам вручили подарки от Юргу. Также Александр Рудольфович получил благодарственное письмо от российской газеты и календарь от Комсомольской правды. Хотел для начала выразить вам большую благодарность за сотрудничество. Спасибо. Приятно всему коллективу. Спасибо. Юргу. Отметим, что в ходе встречи Александр Рудольфович был открыт и давал ответ на любой вопрос журналистов, тем самым подтверждая, что пресс-брифинг не случайно назывался открытый Юргу. Мы же так или иначе все равно взаимодействуем с обществом, взаимодействуем с жителями Челябинской области и с жителями других субъектов Российской Федерации. Конечно же мы должны информировать будущих наших студентов, родителей наших студентов, в принципе какие-то предприятия, те, кто могут стать работодателем для наших выпускников, о том, чем живет он, чем он занимается, каких успехов, достижений он добился в какой-то отчетный период. Конечно, такие брифинги очень важны, потому что мы ведем информационные блоки на сайте, мы рассказываем о себе в различных телеграм-каналах, в соцсетях, но это наши странички, это для наших подписчиков, среди которых все-таки, наверное, большинство, это наши выпускники, наши студенты, наши сотрудники. И, конечно же, чтобы довести эту информацию до всех интересантов, с кем нам интересно взаимодействовать сейчас, в будущем, я считаю, что такие форматы, освещение событий и достижений университета через средства массовой информации, они очень эффективны. В завершении исполняющий обязанности ректора поделился планами на юбилейный 80-й год ЮРГУ. Полную видеоверсию брифинга «Открытый ЮРГУ» смотрите в эфире телерадиокомпании ЮРГУ-ТВ. Прошла тренировка встречи для студентов в стенах Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ с многократными чемпионами мира и России по боксу. О том, как это было, смотрите далее. В Институте спорта, туризма и сервиса прошла открытая тренировка встречи с боксерами сборной России Челябинской области. В рамках мероприятия спортсмены поделились опытом, советами, а также рассказали о своих достижениях и пути к победам. Полезны данные встречи тем, что они поднимают мотивацию и желание студентов тренироваться, завоевывать достижения и быть похожими на тех кумиров, которых они видят перед собой. Это очень важно, чтобы они смотрели и видели, что можно достичь высокого в боксе и в любом другом виде деятельности и тем самым получать свои результаты. Мероприятие посетили мастер спорта и призер чемпионата и международного турнира России по боксу 2022 Ахмадшох Махмадшоев и мастера спорта международного класса Марк Петровский, чемпион мира по боксу 2021 года и Эдмон Худаян, четырехкратный чемпион России, чемпион мира среди студентов. Хорошо, что люди тебя зовут на такие мероприятия, такие мероприятия очень нужны. Делишься своим опытом, показываешь навыки какие-то, ну и люди тебя тоже узнают и ты узнаешь людей. Я считаю, здорово и надо почаще такие мероприятия проводить. Покажем самые специфические наши коронные комбинации, начало азы бокса покажем, научим, ну и посмотрим, на что способны. На встречу студентов ЮРГУ была возможность задать интересующие их вопросы титулованным спортсменам. Мастер-классы со звездами российского и мирового спорта проводятся в Институте спорта, туризма и сервиса на регулярной основе. По словам студентов, подобные мероприятия повышают мотивацию к тренировкам и вдохновляют на большие победы. Команда студентов из ЮРГУ победила в президентском всероссийском конкурсе «Твой ход» и получила 1 миллион рублей на развитие собственного проекта. «Твой ход» – конкурс проекта в сфере творчества, образования и науки для студентов России, направленный на профессиональную реализацию и построение траектории личностного роста участников. Каждый из 200 финалистов конкурса выигрывает грант в размере 1 миллиона рублей, которые можно потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. В тематическом направлении «Развивай среду» во втором сезоне проекта обладательным денежной премией стал студент ЮРГУ Руслан Назиров. В этом году мы придумали этот проект, мы его с самого нуля развивали, у нас полный вклад был в этот проект. Мы восстанавливаем электронику, восстанавливаем телефоны, компьютеры, ноутбуки. Мы планируем создать физическую точку, по сути магазин, куда люди смогут приходить и обращаться со своим проблемами, допустим, отремонтировать телефон, либо сдать нам свой старый ненужный смартфон, чтобы мы его восстановили и отправили дальше в продажу. Руслан Назиров вместе со своей командой создал проект «Грин». Стартап направлен на экологичное использование бытовой техники и электроники. Слоган работы – просто ремонт техника и экология. Я занимаюсь маркетингом в проекте «Грин», создаю сайт, веду группу, сейчас мы ее оформляем, продолжаем, создаем, так сказать, уже конечный вариант группы. Также у нас был пробный, мы подписали очень много человек с этого форума, из Челябинска, и сейчас у нас, так сказать, активно это все ведется. «Твой ход» – это не только конкурсный, но и образовательный проект, который помогает студентам актуализировать свои знания, расширить кругозор, прокачать навыки, создать портфолио и установить связь с будущими работодателями. Третий сезон проекта стартует 25 января 2023 года. Новый год приближается. В холле второго этажа главного корпуса ЮРГУ прошла новогодняя перемена. Новогодняя перемена прошла в холле главного корпуса университета. Студентов и сотрудников ЮРГУ с поздравлениями встретили Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик. В преддверии Нового года хочется, чтобы настроение и у студентов, и у преподавателей было новогоднее. И поэтому мы придумали такое мероприятие – новогодняя перемена, чтобы ребята не просто отдохнули, а именно зарядились этим настроением праздничным. На мероприятии все желающие могли сфотографироваться новогодней елкой, поучаствовать в конкурсах и выиграть сладкий подарок. Все позитивно, весело, прикольно, что можно забрать отсюда какие-то фотографии и приятные воспоминания. Все сейчас заморочены сессией, зачетами, и это приятно разбавляет будни. Аниматорами выступили участники студии «Манекен». На новогоднюю перемену они вышли в костюмы животных, среди которых был и символ наступающего Нового года – кролика. В ЮРГУ прошло завершающее в этом году заседание ученого совета. На повестке переход на дистанционный формат обучения, дополнительные социальные выплаты студентам, план работы ученого совета в новом году и другое. В целях снижения рисков распространения гриппа и ОРВИ на заседании ученого совета ЮРГУ было принято решение о переводе студентов всех форм обучения на дистанционный режим с 26 по 31 декабря. В этот период консультации и зачеты будут проводиться в онлайн-формате. Руководство ВУЗа отметило, что экзаменационная сессия после новогодних праздников будет проходить очно. С 26 декабря, с понедельника по 31 декабря, это суббота, у студентов-преподавателей 6-дневный режим обучения и работы, соответственно, они его проводят в дистанционном формате. И с учением являются только те дисциплины, те занятия, где есть острая необходимость в третьевочном формате, например, выполнение лабораторной работы, да, если такая задолженность студента имеется. И только после голосования с директором соответствующего структурного подразделения института, либо высшей школы. Так, в принципе, у всех преподавателей и студентов есть возможность проводить консультации, зачеты с 26 декабря, повторю, по 31 декабря в дистанционном режиме. Для этого у нас с вами есть все инструменты, есть опыт работы в стационном формате, поэтому я не думаю, что какие-то технические сложности, да, или отсутствие такой возможности у кого-то возникнет. У нас также есть люди, которые обеспечат учебный процесс, обеспечат жизнеспособность нашего университета. Для них дистанционный формат работы предусмотрен в пятницу 30 декабря. Традиционно в рамках ученого совета состоялось представление сотрудников вуза к ученым званиям и выборы на должность заведующих профессоров кафедр. Также прошло вручение наград отличившимся преподавателям и студентам вуза. Дипломом первой степени Всероссийского БИМ-чемпионата по компетенции информационное моделирование зданий отмечена команда студентов архитектурно-строительного института. В течение всего чемпионата мы занимались разработкой информационной модели здания. То есть на протяжении двух недель архитект разрабатывал эскизный проект. И на протяжении целой недели смежные направления, то есть это инженер-конструктор, инженеры сетей, то есть водоснабжение, водоотведение, вентиляция. В режиме онлайн возводили здания 3D-модели, то есть можно было в прямом смысле в онлайн-режиме наблюдать процесс строительства. То есть специалисты с навыками БИМ-моделирования значительно больше ценятся, чем специалисты, только владеющие КАД-навыками. На утверждение ученому совету было вынесено предложение об уменьшении норм времени для проведения аттестационных мероприятий. Также было принято решение о выплате дополнительной компенсации на одежду, обувь и мягкий инвентарь студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц, потерявших период обучения обоих родителей или единственного родителя, находящегося на полном государственном обеспечении. Студенты Южноуральского государственного университета победили в профессиональном конкурсе студенческих экспедиций «Открываем Россию заново» и представили результаты поездки в Великий Сибирский путь, побеждая пространство и сотворяя историю. «Открываем Россию заново» – Всероссийский профессиональный конкурс студенческих экспедиций. Под руководством наставников студенты путешествуют по стране и проводят исследования в разных регионах России по направлениям образования, экология, социальная сфера, урбанистика и развитие территорий, культуры и технологии. Проект студентов нашего вуза «Великий Сибирский путь, побеждая пространство и сотворяя историю» одержал победу в номинации «Самая масштабная экспедиция». За две недели участники совершили железнодорожную поездку по исторической Транссибирской магистрали, посетив Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Читу, Хабаровск и Владивосток. Особенной изюминкой этой заявки, этого проекта было то, что студенты с первых дней участвовали, когда мы получили известие о том, что заявка прошла, участвовали в организации этой экспедиции. Можно сказать, что практически все было сделано руками студентов, естественно, при участии преподавателей и при их кураторстве и помощи. Нужно сказать, что именно наша экспедиция первая получила диплом победителя в номинации за активное участие и яркие результаты в экспедиционном сезоне 2022. Наша экспедиция победитель, мы очень этим гордимся. Участники путешествия преодолели более 7 тысяч километров пути, 5 часовых поясов, посетили 7 музеев РЖД и 5 областных архивов. В шести крупных городах, станциях Великого Сибирского пути студенты работали в архивах и музеях. Экспедиция привезла с собой коллекцию исторических источников, фото и видеоматериал из железнодорожных музеев. В рамках проекта я выступала как фотограф, то есть в каждом городе во время экспедиции проводила фотосъемки. Потом эти фотографии публиковались в группе нашей экспедиции. Кроме меня был еще один фотограф и видеооператор, журналист, который писал эти посты. И вот такая маленькая медиагруппа у нас сложилась внутри коллектива. Было сложно это все успевать, потому что в каждом городе мы были либо один, либо два дня. И при этом каждый день у нас было по 2-3 мероприятия. То есть это музеи, какие-то экскурсии, иногда лекционные занятия. И это все нужно было успевать отснять и отредактировать. Тема экспедиции выбрана не случайно. Превращение Челябинска в современный мегаполис напрямую связано с историей Транссибирской железнодорожной магистрали. Подробнее о ходе экспедиции можно узнать в группе «Экспедиция. Великий сибирский путь» в социальной сети ВКонтакте. Предновогодний концерт «Рождественский блюз» прозвучал в стенах университета. На нем выступили джазовый оркестр ЮРГУ и муниципальная детская джазовая студия «Бэйби-джаз». В Южноуральском государственном университете прошел новогодний концерт «Рождественский блюз». Джазовый оркестр ЮРГУ под управлением Георгия Анохина и муниципальная детская джазовая студия «Бэйби-джаз» выступили с рождественским концертом в актовом зале главного корпуса вуза. У нас Новый год, у нас Рождество, у нас зимняя радость, поэтому дети готовят специальную программу «Рождественские песни». Это у нас традиционно. Мы такие концерты проводим уже 22-й год. По-моему, сегодня остались все очень довольны. Во всяком случае, было прекрасное настроение, и оно сохранится еще до следующего года. В программе концерты – джазовые и рождественские песни известных композиторов. Также исполнены инструментальные композиции, написанные руководителем джазового оркестра Георгием Анохиным. Программа очень душевная, такая рождественская, праздничная, очень трепетно выступающие. Замечательные костюмы, замечательные. Все понравилось. Джаз – это здорово. Джаз, конечно, я неравнодушен. Об этом концерте мне рассказали друзья. Я, честно говоря, не мог его пропустить, если он проходит в стенах нашего любимого университета. Программа была интересная, насыщенная, яркая, прям сочная, ну и захватывающая. Композиции, исполненные сегодня на мероприятии, тронули меня до глубины души. Отметим, что мероприятие поддерживается Управлением культуры, Администрацией города Челябинска и Южноуральским государственным университетом. Юргу готовится к Новому году. В студенческом городке появились главные атрибуты праздника – украшенные елки. Юргу готовится к Новому году. 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 Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Рутуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире! Субтитры создал DimaTorzok